Привет, друзья! Я уже несколько видео на своем канале посвятил вопросам импровизации, и я обещал, что я буду встречаться с музыкантами, которые меня вдохновляют, которые знают больше, чем я, и разговаривать с ними на эту тему. И сегодня ко мне пришел мой друг, альцсаксофонист Андрей Блинчевский, человек, с которым мы провели огромное количество летних сезонов, работая в Норвегии, и он расскажет о том, как он занимался на саксофоне, как он развивался, и что его вдохновляет. Приятного просмотра! Андрей, привет! Здрасте! Очень здорово! Слушай, такая история, что я давно рассказываю на своем канале про импровизацию, и давно хотела тебя позвать, потому что ты один из адептов, один из адептов теоретического понимания того, что есть импровизация. Смотри, когда я преподавал в институте, я всегда вспоминал тебя на занятиях по аранжировке по трем причинам. Первое, ты человек, который может играть вообще любую мелодию в любой тональности. Второе, человек, который знает очень много стилей и в них существует. И третье, это то, что я называю своим щит контролем, когда мне кажется, что я написал что-то похожее на других. И тут я вспоминаю твою фразу о том, что ты везде ищешь какие-то повторяющиеся паттерны музыкальные. И я ищу? Ты ищешь, да. Ну, как-то у меня был у нас разговор. Так, ладно. Первое и второе точно работают. Поэтому давай для начала проведем простой опыт. Я буду назвать мелодию и тональность, и мы будем ее играть. Ну, может попробуем. Ну, буквально вообще очень просто. Луч солнца заготового до мажор. Раз, два, три, четыре. Луч солнца заготового до мажор. Супер. Мой литер свит шиз. Соль мажор. Темп. О-о-о-о. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отлично. И давай чуть посложнее, но не сильно сыграем If I should lose you в Ре-мажоре. С 7-минора начинаем. С 7-минора. Ну, давай, давай, давай. Та-та-та-та-та-та-а-а-а-а-а. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Супер! Собственно, с первым мы справились. Отлично! Отлично! Значит, я не ворил своим студентам. Скажи, давно ты занимаешься, когда ты начал заниматься именно джазом? Именно джазом? Ой, такая долгая история. Давай кратко. В музыкальной школе уже занимался? В музыкальной школе уже занимался, да. Ну, это трудно сказать, занимался или не занимался, потому что я себе, в общем, отчет это не отдавал. У меня просто был преподаватель, который очень любил джаз, и он давал нам какие-то произведения эстрадного толку, какие-то произведения джазовые, какие-то произведения академические. Но, безусловно, мне тогда в тот момент жутко понравилось, что та свобода, которая мне дается, когда я играю джазовую музыку. То есть, нам давали какие-то песни, типа Мэгденаев, трехаккордовые, и говорили, что вот мелодия, как ты знаешь, она там из четырех нот состоит, а потом играем импровизацию. Гармония простая, в общем, делать нечего. Я достаточно быстро понял, что, в общем, если вот эти вот семь нот гаммы мажорные используешь, то фактически все работает. Да, собственно, ну почти что в любой последовательности эти ноты играешь, и, в общем, звучит нормально. Если при этом как-то более или менее стараться стилистически соответствовать, то получается хорошо. Окей, давай переповедем, когда ты приехал в Питер и пошел в училище Мусловского к Гольштейну учиться. Это же самый, я думаю, у всех саксофонистов Питера самый сильный этап по развитию. Ну, в общем, да. Давай так, твой идеальный день в то время в плане занятий. Что ты должен успеть сзади, чтобы сказать себе, блин, сегодня я молодец. Так. И желательно в каль в часах, в минутах. Я понял, я понял. Ну, из того, что я помню, я приходил в училище, наверное, часам к восьми, может быть, даже к семи тридцати, потому что в девять тридцать уже начинались уроки, соответственно, приходили преподаватели и студентов из кабинетов, в общем. Как теперь ты делаешь? Да, теперь я могу отыгрываться на бедных студентах и делать то же самое уже в статусе преподавателя. На тот момент, да, я должен был прийти пораньше, чтобы хотя бы там сколько-то времени разыграться, может часа два, ну уж как получалось, да. А что ты проходил эти два часа? Утром я занимался больше технологией, старался, с утра, старался там не касаться там снятия импровизации. То есть, гаммы, арпеджио, звук, да. Все, что касается школы игры на саксофоне, потому что проблем было у меня очень, на самом деле, много. Когда я приехал из Череповца, я понял, что мне, собственно, учиться и учиться. Меня достаточно много хвалили в Череповце, я думал, какой я вообще крутой. Да, приехал в Питер, понял, что на самом деле расти и расти. И, в общем, мне хотелось со всеми своими трудностями справиться, поэтому я старался заниматься много. А в течение дня я тоже искал какие-то там помещения, какие-то подсобки, там все, что вообще в училище мусорского присутствует, чтобы урвать лишние там 15-20-30 минут еще поиграть. И плюс ко всему прочему, из того, что меня, в общем, направляло, что касается джаза, это то, что с ноября месяца, когда я был на первом курсе, то есть два месяца, как я учился уже в училище, я начал ходить в джаз клуб «Квадрат». Я тогда, конечно же, был молодой, неопытный, никто меня толком не знал, ну, так относительно подающей надежды. Но, опять же, мне очень хотелось научиться, поэтому я, в общем, туда приходил, очень много слушал, очень мало играл, потому что я старался никому не надоедать, да, то есть так интеллигентно держался. Но, тем не менее, все время спрашивал своих там, кто в зрительном зале со мной рядом сидел, что это за песня, что это за песня. Все это себе выписывал и старался к следующему джему эти песни уже выучивать. А джемы были раз в неделю, по вторникам, помнится. Вот, и я старался сделать так, чтобы вот у меня есть семь дней, шесть получается, да, между джемами. И мне нужно успеть максимально подготовиться к следующему джему. Поскольку концертов на тот момент у меня еще не было, то единственная мотивация для меня была – это вот выйти на джем и хорошо сыграть. То есть мне было очень приятно, что вот я на тот джем пришел, первый раз услышал мелодию, вторую, третью мелодию, а на следующем джеме я как будто бы уже их… Уже их знаешь? Уже их знаю, уже их играю, да. Хорошо, а на тему Transcribe, снятия чужих соло, сколько этому уделял времени? Вообще уделял ли конкретно записи соло? Безусловно, но это было дело настроения, потому что у меня не было никогда вот такой схемы, что вот я в неделю должен снять столько-то соло. Во-первых, я говорю сразу, что я очень мало снял вот целых прямо соло, потому что я все время подходил к этому вопросу как… Вот я представлял, что я художник, а вот это вот палитра красок. Чем больше у меня всего есть идей, каких-то вариантов разных звучаний на инструменте, вот чем больше я всего могу сделать, тем у меня больше палитра красок, и соответственно тем разнообразнее я могу играть. А мне всегда хотелось играть очень разнообразно, потому что мне все очень быстро наскучивает. Поэтому да, я люблю, чтобы вот сейчас я сыграл так, а завтра в абсолютно такой же ситуации я сыграл совершенно по-другому. Так вот, и поэтому я снимал не целые соло, а там 8 так-то, 4 так-то, 6… Какие-то фразы, да? Какие-то отдельные идеи, да. То есть меня интересовали законченные мелодические какие-то идеи. Вот что… Ведь очень мало можно найти соло, когда человек вот играет так, что не убавить, не прибавить. От начала соло до конца соло. Скорее всего это череда каких-то разных идей. И вот эти идеи, как небольшие идейки, они меня интересовали. То есть я их снимал, я их выучивал, я их старался играть в разных тональностях. Ну и в конце концов они у меня как-то оседали в голове и становились частью. Супер. А давай поговорим о важной истории. Я недавно говорил в Жене Пономаревым и мы затронули вопрос полистилевой. То есть откуда берутся вот эти музыканты, которые играют в разных стилях и играют все довольно-таки прилично. То есть ты, например, играешь здорово и Dixieland своеводским, да, и какую-то современную музыку. Да. Если тебя позовешь поиграть какой-то фанк-поп, ты тоже там будешь… Вот тебе вот так его и поиграешь. Ну, в принципе, ты будешь там в полисе к месту тоже, да? Ну, я постараюсь, да. А вот когда мы говорили с Женей Пономаревым об этом, он сказал, что для него большую роль сыграл Андрей Кондаков. Кто для тебя сыграл в этом плане большую роль? Именно ты увидел, что человек может многое в разных стилях и ты подумал, а, это клево. Или ты такой сразу был? Я боюсь, что, наверное… Да, к Кондакову я тоже ходил, но не могу сказать, что он в этом плане сыграл для меня такую роль. Он мне помог в других вообще каких-то вещах, но что касается умения играть в разных стилях, мне кажется, это просто идет от достаточно широкого кругозора. Если тебе нравится разная музыка, то почему нет? То есть ты ее слушаешь, у тебя в голове оседают опять же какие-то идеи, и потом эти идеи, естественно… Вот это, кстати, очень важный момент, потому что ведь человек, который играет разные стили музыки, у него основная проблема – это в конкретной ситуации находиться в рамках определенного стиля. То есть чтобы все это не мешалось и чтобы все эти идеи вот просто не лезли одна за другой, что надо и что не надо, вот ты в одну кидаешь вот эту вот кастрюлю. Это очень, на самом деле, нехорошо. И вот, собственно говоря, настроиться на определенную волну так, чтобы у тебя идеи просто вот с определенной полочки вот они берутся, а с других полочек ты не трогаешь. Оно лежит, все спокойно, и оно ждет своего времени. На самом деле, ну вот насколько… Я на самом деле пытался копаться в своей голове, мне было интересно, как это вообще все происходит, и я понял, что на самом деле по ассоциативному признаку, потому что вот этот вот порядок, который в голове, он же как устроен? То есть ты слышишь ритм секса, ты слышишь, в каком стиле это звучит, и тебе хочется вот это вот играть, а вот это не играть. То есть это же ассоциации, потому что у тебя это ассоциируется с какими-то альбомами, которые ты прослушал, с какими-то концертами, которые ты там посетил, с каким-то опытом прошлого. И таким образом ты становишься защищен от желания сыграть какую-то ерунду, которая ну совсем здесь не годится, ну никаким образом. Хотя, кстати, иногда хочется. Но в качестве шутки. Да, в качестве шутки Баха. Извини. Давай этот как раз эпизод мы сейчас попробуем музыкально продемонстрировать. Так. Берем первые восемь тактов А из садись в поезд А. И будем играть их, например, пусть в себе моль мажоре. И будем играть везде по шестнадцать тактов. И просто сыграли, поменяли стиль, сыграли, поменяли стиль. Попробуем начать с дикселента. Так. Себе моль мажор, шестнадцать тактов, садись в поезд А. С темы, да? Нет. Просто как бы играешь в импровизацию. А, я понял. Так. Шестнадцать тактов, потом шестнадцать еще каких-то. Шестнадцать останавливаемся, потом меняем стиль. А, останавливаемся. Да, обязательно. А то я думал, что у меня рот занят, пришлось бы тебе называть, чтобы... Сектор А. А. Сюрприз. Так. Хорошо, я понял. Ну давай попробуем. Дикселент. Да. А, 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 а. Музыка. Музыка. Вот так. Класс! Музыка. А, 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 а. А, 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 а... А. А. Одеснадцать тактик. Угу. подвижный либо либо по ощущениям подвижный да хорошо а 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 теперь давай попробуем сыграть поп-балладу и как бы у нас будет каждая гармония по такту то есть такую спокойную один такт тоники один такт доминант так а как бы минус дубль и получится 8 тактов ну давай попробуем а темп какой спокойный а а дво а 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 Давай попробуем сыграть типа современный джаз на 7. Хорошо, а каждый такт 7 четвертей одинаково. Хорошо. Когда ты играешь, например, с квартетом, с литой секцией, часто я слышал, что ты очень завязан на пианиста. То есть ты с ним все вину в диалоге. Откуда у тебя это появилось? Ну, просто я очень люблю этот инструмент. Я постоянно смотрю на руки пианистов, постоянно стараюсь даже что-то оттуда копировать, что-то для себя интересное выискивать. Периодически сижу за инструментом, я имею в виду фортепиано, сам занимаюсь. И несмотря на то, что я не профессиональный пианист и туда особо и не стремлюсь. А умение что-то изобразить на фортепиано очень мне помогает в плане саксофона, потому что я придерживаюсь стойкого убеждения, что, в общем, саксофон одноголосные инструменты. Поэтому, если не владеть никаким гармоническим инструментом, ну, вот клавишный фортепиано, то, в общем, это очень сильно ограничивает вообще мышление. То есть для того, чтобы как-то развиваться в зазовой гармонии, как-то что-то понимать, начинать, конечно, это нужно делать за фортепиано. И поэтому, ну, во-первых, мне просто интересно, что играют пианисты, во-вторых, я стараюсь это внимательно слушать, чтобы каким-то образом вступать в интеракцию, то есть во взаимодействии, но не только с пианистом, и с барабанщиком, и с басистом, и с гитаристом. Ну, с пианистом немножко интереснее, потому что с пианистом можно еще и в гармоническое взаимодействие вступать. Потому что с барабанщиком только ритмическое, то есть, что касается фразировки. А пианист, он же может там что-то нажать, а я могу это услышать и каким-то образом, да, разложить вот то, что он сыграл на горизонтале. И, собственно, может что-то интересное затолкалось. Андрей, спасибо. Очень интересно. Ура. Закончили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!